Друзья, всем привет! Меня зовут Тимофей и вы смотрите мой видеоблог. Большую часть своего времени я провожу за компьютером. Создаю рекламу, монтирую видео, обрабатываю фотографии. И персональный компьютер и телефон – это мои постоянные инструменты, с которыми я работаю. И помимо профессиональных программ в моей работе, я также использую программы и сервисы-помощники, которые позволяют мне сосредоточиться и вести свои дела. И сейчас я вам о них расскажу. Итак, первый сервис – это Ambient Mixer. Как можно понять из названия, это сервис для окружения. А именно, тут вы можете выбрать то музыкальное окружение, которое поможет вам сосредоточиться на работе. Если же, конечно, вы не работаете со звуком. Можете подобрать музыкальное сопровождение по тематике, выбрать музыкальное сопровождение с какого-то фильма. Причем это не будет саундтрек, это именно будет музыкальное окружение. Помимо этого сервиса, вы также можете найти звуковое окружение и на YouTube, просто вбив в строку поиска Ambient. Следующий мой помощник – это таймер помодора. Это больше, чем сервис, это, наверное, такой принцип работы, который хорошо зарекомендовал себя уже во всем мире. Его принцип заключается в том, что вы ставите таймер на 25 минут и в течение этого времени занимаетесь определенной задачей. После вы делаете перерыв в 5 минут и потом снова сосредоточенно работаете 25 минут. После 4 помидорных циклов делаете большой перерыв в 15-30 минут. Сайтов с подобным таймером очень много. Я думаю, что вы найдете подходящие именно вам. Они плюс-минус похожи, поэтому просто как бы перебирайте, ищите. Кстати, ссылки на все сервисы и приложения внизу под видео. Следующий мой помощник – это приложение на телефон Microsoft Lens. Когда появились подобные приложения, это было похоже на магию, так как сфотографировав обычный документ, он превращался в отсканированный. И конкретно Microsoft Lens позволяет без дополнительной платы сканировать и объединять страницы в PDF-документы. Раньше я пользовался другим приложением подобного типа, но там потом добавили слишком много дополнительных функций, а Microsoft Lens он и бесплатный, и у него функционал очень простой, ничего лишнего. Следующим по списку у нас идет небольшое приложение, которое называется «Получи раскладку». В силу большой привязанности к ПК, я придумываю большинство паролей, ориентируясь на QWERTY-клавиатуру. И при вводе пароля на телефоне порой возникают проблемы с раскладкой. А данное приложение позволяет вам вбить определенные слова на одной раскладке, а потом их переключить на другую раскладку. Это очень удобно. Следующий обязательный помощник в моем списке – это программа Punta Switcher. Может быть неправильно произношу, но пишется вот так. Если приложение из предыдущего пункта ориентировано на пользователей телефонов, то Punta Switcher – это программа для компьютера. И эта программа очень сильно выручает, если вы ввели большой текст на английской раскладке, а нужно было на русской или наоборот. Нажимаете горячую клавишу, и весь выделенный текст меняет раскладку, и его не надо удалять, чтобы набрать заново. Следующая по списку – это программа Evernote. Evernote – это вообще находка. В Evernote я и веду заметки, составляю списки, какие-то временные, какие-то долгосрочные. В Evernote я записываю, когда слушаю какую-то лекцию. Одним словом, Evernote – это то самое приложение и программа, которая должна стоять у вас всегда на компьютере и всегда на телефоне. Этот сервис заменил мне и офис, и заметки. Все написанное там синхронизируется с вашим аккаунтом, и где бы вы ни были, и неважно с какого устройства, вы можете смотреть и редактировать тексты, списки и чек-листы. И даже бесплатная версия программы дает большой функционал. Обязательно попробуйте. На данный момент это все такие основные программы, сервисы, помощники, о которых я хочу с вами поделиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие программы, приложения или сервисы всегда у вас фигурируют в вашей работе. Именно не профессиональные программы, а именно такие вот маленькие помощники, которые выполняют небольшие задачи, но очень сильно временами выручают. Спасибо большое за просмотр. Поставь лайк этому видео, если оно было полезным. Подпишись, пожалуйста, на канал. Также можешь подписаться на меня на Boosty. Мне это будет очень приятно, будет меня очень мотивировать на создание дальнейших видео. И еще раз спасибо за просмотр. Всем пока.